И все, привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас новый интересный видос, как вы знаете, сегодня у нас в игре вышло, наконец-таки, обновление по поводу, ну и вообще ивента, да, по поводу Дня Танкиста. Сегодня я постарался для вас сделать определенного рода контент, попытаться заработать как можно больше опыта в катке, вы видите, что я сейчас нахожусь на супер лучшей версии ЧМО 5, да, это версия игры, на которой мне, честно говоря, некомфортно играть на клавиатуре, но ради того, чтобы картинка была хорошая, чтобы было, наверное, приятно смотреть саму игру, я поиграл на клавиатуре и попытался сделать тот самый, может быть, не рекорд, конечно, но хорошее число и вообще показать, насколько много опыта сейчас в матчмейкинге можно набивать. Все это дело я делал, конечно же, на своем основном аккаунте, это не какой-то там мульт, знаете, где можно там жестко нагибаторски нафармить, но и обратить внимание, я хотел, конечно же, на опыт, на то, какое количество можно сейчас вообще здесь набивать, сегодня в игре у нас уже x8 опыт, не считая премки, если посчитать премки, то это уже еще больше, да, то есть, ну, потенциально x12, конечно, но я не знаю, насколько там грамотно все это дело считается, но в общем и целом за один килл в матчмейкинге вам дают 120 опыта с премкой, 120 опыта с премкой. Если бы я, конечно, бы мог бы в режим джаггернаута запикаться на джаггере, я думаю, что я бы смог бы набить значительно больше, просто все это дело мне надо было бить именно в чмо 5 версии игры, да, не на флэше, потому что таблички, которые есть здесь, в флэше версии нету, но я думаю, что без нее, без таблички мы, конечно же, во флэше поиграем и посмотрим на стримах, возможно, и где-то еще в дальнейшем, сколько можно будет там вообще формануть за счет киллов, я думаю, что где-то порядка 7-7,5 тысяч можно набить опыта за одну катку, ну и вот сами как бы подумайте о том, если вы бьете, например, 5, ну даже 5, пусть будет 5 тысяч опыта за один бой, 2 боя, 10к, 2 боя, 10к, соответственно, 40, да, получается, да, 40, нет, это же не 40, какой 40, 20, 20, нет, или 20, или не 40, боже, моя математика столь плоха, 40 боев, 40 боев, именно столько вам понадобится, дабы поднять одну легенду, да, 40 боев, за 40 боев можно просто-напросто взять и поднять лего, 40 боев, чтобы вы понимали, это, ну, при хорошем раскладе, это, ну, где-то, наверное, часика 3, наверное, каток, да, то есть за 3 часа плюс 1 легенда в матчмейкинге, и если вспомнить то, что пару-тройку месяцев назад я поднимал одну легенду за один месяц, то вы как бы все понимаете, да, что-то как в матчмейкинге у нас произошло за последнее время. Я уже вчера записывал видеоролик, связанный с вообще опытом и тем, что я думаю по этому поводу, поэтому здесь я уже хотел наглядно вам показать. Я специально записываю разговорную часть отдельно, дабы в катке я мог потеть максимально жестко и стараться заработать как можно больше очков. Я сегодня, честно, попробовал довольно большое количество каток сыграть в разных режимах, это были и джиггернауты, это были и тдмки, это были и контроли точек, и это были регби, да, как вы видите сейчас. Я старался, но где-то у меня не получалось из-за того, что все-таки версия игры отличается, мне некомфортно было играть, где-то не привыкал к этому всему интерфейсу, где-то у меня не получалось сама игра, но в общем и целом все-таки в паре-тройку боях у меня получилось заработать большое количество опыта и вот одну из этих каток вы сейчас на своем экране лицезреете, у нас уже остается 2 минуты до конца, это платошка, это регби. Играл я, конечно же, в соло без какой-то группы и старался делать как можно больше киллов, даже несмотря на то, что, ну, периодически доставлял где-то мячи, где-то мои тиммейты ставили. Все-таки, если уж вы хотите заработать как можно больше опыта в катке, вы концентрироваться должны именно на киллах. То есть, по сути, вас, ну, не особо сильно должны волновать эти мячи, да, можно где-то мимо проехать его поставить, но все равно большой акцент вы должны делать именно на уничтожении противника. И в этой катке, если я не ошибаюсь, я набил там порядка где-то около 30 киллов, и мне этого вполне хватило, чтобы дойти до одной замечательной циферки, которую вы совсем скоро увидите. Почему я выбрал именно Жигу? Как по мне, это одно из самых удобных вообще вооружений для набития очков в матчмейкинге. Понятное дело, что кому-то некомфортно, кому-то нравится что-то другое, но я любитель играть на продувах, и поэтому для меня это вооружение, да, ну, является одним из самых актуальных и нагибаторских на данный период времени в матчмейкинге. Видите, сейчас у нас еще доставка последнего мяча не происходит, я пытаюсь заработать еще как можно больше киллов, но уже 40 секунд остается до конца катки, у меня почти 600 очков имеется, но не так уж сильно стоит смотреть на количество очков, как стоит посмотреть на количество киллов, которые у меня имеются. Это 28 киллов, и до конца катки за 28 секунд я отлично понимаю, что я могу сделать там, ну, еще хорошо, если повезет, но киллов там 5, может, каких получится у меня заработать, и это все. Это все, это катка, которая не получилась сверх крутой, потому что могут быть катки и по 40, и по 50 киллов, и там будет вообще нереально жестко заходить, и за эту катку, за 29 киллов, за 600 очков в бою, я получаю 5000 опыта, 5000 опыта, чтобы вы понимали, что это такое, это, как я уже сказал, 40 таких каток, это плюс легенды, да, 40 каток. То есть, по сути, за один длинный стрим, который у нас бывает, происходит, я могу за один стрим, при лучшем раскладе, поднять 3-4 легенды, просто за один стрим. И я чувствую, да, что это не предел, я вот, как бы, уже даже немножко начинаю смеяться с этого, да, я вот чувствую, что это не предел от тупизма разработчиков, ну, вот, это не предел. Это, с одной стороны, жесткий тупизм, с другой стороны, конечно, с этого можно поформить, да, то есть, кристаллов, если бы они бы мне очень сильно были бы нужны, я бы, наверное, бы сидел бы и старался бы бить, 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 бить эти легенды, да, ну, и в свое время я тоже там сказал, что, скорее всего, я не дойду до 100 легенды, но, как вы видите, уже у меня сейчас 108 имеется, ну, а с такими темпами, то, как бы, какая там, до 100 я не мог дотянуться. Теперь уже и 200, как говорится, не за горами, и я думаю, что если все хорошо пойдет, то там и до 200 мы вместе с вами сумеем дотянуться. К чему я все это, друзья, веду? Друзья, веду это, конечно же, к тому, что если я на основном аккаунте, на легенде, могу набить за одну катку 5000 очков, это значит, что сейчас любой малек тоже играть, который, ну, либо умеет не так жестко, но либо умеет хорошо, да, как бы, ну, в сути дела особо не меняет, да, как ты играешь. Ты при любом раскладе будешь зарабатывать большое количество опыта, но при этом фармить кристаллов довольно-таки мало, потому что я там получил, вот, грубо говоря, 5000 очков, 5000 опыта, да, у меня было. Не очков, а опыта именно. И кристаллов я получил меньше, меньше, чем опыта. Соответственно, у меня меньше x1. Раньше, чтобы вы понимали, когда я прокачивал аккаунты, у меня стабильно за каждую катку был x2. Ну, где-то, может быть, если даже повезет, там x фондов еще какой-то будет, можно было x3 получать, да, и это отличный фарм для того, чтобы в дальнейшем вкладывать эти кристаллы в прокачку. И у тебя в этом плане все железно круто получалось. Что же сейчас мы видим? Сейчас мы видим нереально жесткий фарм опыта, но что касаемо кристаллов, то здесь все плохо. Ну, вот прям максимально все плохо. И я соболезную тем ребятам, которые прокачивают аккаунты именно в матчмейкинге. Да, вы поднимаете быстро опыта, вы поднимаетесь быстро по званию, но при этом выявляется самая главная проблема. Это то, что игроки, быстро поднимая звание, доходят до, например, званий, где уже играют против легенд и просто начинают нереально жестко страдать. Да, это практически с любым игроком будет так. Даже если ты будешь максимально грамотно прокачиваться при любом раскладе, если ты будешь играть только в матчмейкинге, максимум, что ты можешь сделать, это выкачать одно вооружение. И то это будет сделать сложно, да, то есть надо сделать это там грамотно без ускорений, да, может быть где-то со скидками выжидая, да, и экономя кристаллы. Я даже не знаю там, что по нарке будет, да, вы если будете играть на постоянной основе в матчмейкинге, и у вас там и нарки не будет, да, если это реально новый аккаунт. Но, возможно, в дальнейшем я вообще затестирую всю эту темочку, если вам это будет интересно. Давайте попробуем, попробуем, давайте набрать на этом видосе, сколько сказать, сколько сказать лайков. Давайте 350 лайков, 350 лайков. Если вдруг на этом видосе набирается 350 лайков, то я вам обещаю, что в скором будущем я специально экспериментально создам аккаунт, на котором я постараюсь максимально просто за кратчайшие сроки набить лего, ну, либо приближенное звание к легенде, с нуля вообще абсолютно, это будет нулевый аккаунт, это не то, что я там зайду со своего акка, на котором есть крутое вооружение, и начну его прокачивать. Нулевый акк, и вместе с вами, возможно, даже введя какую-то новую определенную рубрику, за минимальное количество дней, мы постараемся дойти до легенды. Ну, понятное дело, что максимально удобный тайминг найдем для этого дела, чтобы были повышенные фонды, чтобы был повышенный опыт, чтобы я это все дело бил именно на x8, да, а не на каких-то неповышенных, и чтобы это было максимально круто и эффективно. Работало, да? Поэтому как-то так, такой вот байтик, я не знаю, что из этого получится, если вдруг количество лайков такое наберется, но одно я знаю точно, это максимально печально, с одной стороны, для всех тех ребят, которые прокачивают новые аккаунты, и для тех ребят, которые борются за эффективность, ну, а для тех ребят, которые играют на легендах, которые не гонятся ни за какими эффективностями, которые не интересуются никаким дополнительным там подъемом, я считаю все-таки, что это плюс. Это плюс, вы поднимаете легенду, за каждую легенду вы получаете кристаллы, И ничего не теряете, только получаете Но Все равно В этом есть свои определенные подводные камни И я считаю, что это ненормально Когда в игре В наше время Х8 Опыт матчмейкинга Такого быть не должно Это какой-то бред Это какая-то дичь И я абсолютно Абсолютно На 100% с этим не согласен Я не знаю, для чего это делают Но если дальше все так пойдет Оно и так все печально, да? Но дальше будет только хуже Дальше только будет хуже Такими решениями Ничего ты лучше не сделаешь Пишите, друзья, что вы думаете Вообще по этому поводу Я все, что хотел, уже сказал Если вам не сложно, поддержите данный видеоролик лайком Подписывайтесь на канал Будет мне очень приятно Если вы еще нажмете на колокольчик Дабы не пропускать новые видосы Ну и приходите на стримах Где мы уже будем Совсем скоро Формить все эти Супер миссии Ну и возможно Поднимать Мою долгожданную 123 легенду Наверное Именно эта легенда В настоящее время Меня интересует У меня, друзья, на этом сегодня все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok